Как, ну не знаю, рыбалка там, или автомобили. Ты много тратишь в неё, затрачиваешь, но ты зато получаешь от этого такое же удовольствие и отдачу. Но ведь зарабатывание — это ещё и развитие своего рода. Как бы для нас это не трагедия, если мы не зарабатываем музыкой, абсолютно. Многие говорят о том, что, да, действительно, Херпи Салон — прекрасная музыка, отличная, замечательные ребята, восторг. С этим я абсолютно соглашусь, мне тоже нравится безумно этот стиль. И это направление. Но многие ведь говорят, что вы удивительно тихи, спокойны, умиротворённы, чем и берёте, собственно говоря, вашу публику. Не думали ли вы, что, может быть, нужно быть более громкими, более нахальными, более нахрапистыми с тем, чтобы больше узнавало, больше двигалось, больше распускать щупальца в разные стороны? Это не про нас. Мы такие, какие есть. И всему своё время. То есть не стоит рвать волосы и землю грызть. Надо делать своё дело. То есть ты можешь играть — играй. Не можешь играть — не играй. Позволяет время, здоровье, желание, когда из тебя вот это вот всё получается. Есть какие-то мысли. Не стоит надрываться там, кому-то что-то доказывать. Вот. У тебя есть что сказать? Говори. Пой. Есть ли что сказать ребятам из группы «Херпиз Салон», мы сейчас узнаем от нашего специально приглашённого гостя. Группа «Херпиз Салон» в проекте «Живой звук». Ваши впечатления от группы? Традиционно очень приятное впечатление. То, как держатся на сцене, то, как играют всё очень ровно, красиво, мягко, интеллигентно. Ну, например, я раньше для себя объясняла нужность и важность таких групп именно тем, что Radiohead и Travis к нам не приедут, а на концерт «Херпиз Салон» или тех же «Життерс» приятно сходить. Я правильно поняла. Это очень, ну, это достаточно качественная копия хорошей британской музыки. Это не копия, я бы сказала, это трансляция. Трассляция, они работают в таком режиме абсолютно автономного радиоприёмника. С сегодняшнего выступления я заметила, что саунд группы всё-таки чуть-чуть изменился, и помимо таких мягких, романтичных и прозрачных вещей а-ля Travis, которые у них, в принципе, всегда были в репертуаре, у них появилось чуть-чуть такого модного постпанка в звучании, такого более гитарного и более, что ли, ритмичного и интенсивного. Ну, чувствуется прогресс. Кто не успел увидеть, слушайте. Живой звук в эфире «Радиус ФМ». 103,7 каждый четверг 23.00. 13,8 каждый четверг 23.00. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И мы сейчас, как я уже говорил, мы сейчас записываем полноформатный альбом. И вот хотим этим удивить и покорить наших фэнов, верных, прошлых, будущих, настоящих. После того из ваших выступлений было высказано мнение на одном из фестивалей о том, что в этот раз Херпи и Салон показался достаточно нудным и блеклым. И как-то вот застопорившись на каком-то одном своем уровне. Нас судьба готовит к чему-то. Нас судьба готовит к чему-то очень хорошему. У нас все будет просто, как бы немножко состав менялся в этом плане. То есть ушел соло-гитарист, который немаловажную долю тянул музыки всей этой. А, вот то есть мы вернулись к этой теме. Да, у нас состав менялся, у нас перетурбации были, у нас с барабанщиками тоже были. Лично я учусь играть еще на гитаре, наверное. Ну, состав составом, а тем не менее, все-таки мы знаем много музыкальных примеров, когда люди в своем там самом-самом начальном, на начальном этапе развития, даже с не очень качественно записанным там треком или фонограммой, пытались показывать кому-то и попадали в струю. Многие из тех, кто трудится, не покладая рук, все равно остаются коллективами локального масштаба. Ну и такое есть. Хорошо, что вы делаете для своего продвижения, для пиара? Кому-то показываете материал свой? Естественно. У нас мы как бы и делаем и рассылки, и делаем и промо какие-то материалы. И вот недавно у нас появился клип, он на экранах.